К вам господин Кипер. Пусть заходит. Здравствуйте. Привет, Диего. Его превосходительство Дэниэл Киллиан Уолкер, белое пламя, ржущее над курганами врагов, отсутствует. По причинам, в которые он меня посвятил примерно так. Мне там надо... Короче, лифты замещаешь, я погнал. У тебя какое-то дело? Совсем нет, не подумайте. Просто у меня к вам просьба личного характера. А тебе не кажется, что просьба личного характера и к вам плохо смотрится в одном предложении? Да и мы с тобой вроде не чужие сущности. Что? А, ну да. Понимаешь, дело очень деликатное. Мне нужен доступ ко всем архивам данных всех баз фонда. Ага. Я думала, тебе нужно новое анатомическое кресло, ну или хотя бы разрешение... Ну не знаю, птичку там в клетке у себя на столе держать. Ты уверен, что это просто личная просьба? Да. Понимаю, звучит странно. Но это правда личный интерес. Никакого приказа мне конкретно не поступало, я просто... Просто нужно подшить кое-какие старые дела, которые ссылаются на весьма странные архивы, которые мне недоступны. Так может запросить конкретные данные будет проще? Нет. То есть... Нет. Там очень много ссылок на разные базы, и я боюсь, что другие работники могут что-то напутать или даже не дослать важные файлы. А потом придется снова их отвлекать, тратить наше драгоценное время. Я могу хотя бы узнать, о каком объекте идет речь? Да. Да. Эм... 18. 18? 18. 20. Да, хижина заблудившихся. И что в ней такого потрясающего? Там местами противоречащие друг другу данные. Ну давай посмотрим, а пока... Моника, золотце, плесни-ка господину Киперу-чая. А лучше, чего покрепче. Я пока все-таки не понимаю, что тебя в ней так напугать-то смогло? Что ты хочешь найти? Ну... Я не уверен. Ты уверен, что ты пришел сюда именно за этим? Это все, что есть. Что-то еще? Может, чаю? Премного благодарна, Моника. Это все. Ну давай, выпей. Да покажи мне, в чем тут проблема. Я начну с самого начала. Там будет много пометок. Объект номер SCP-1820. Класс объекта Евклид. Смотреть протокол инцидента 1820-7.3. Особые условия содержания. Ввиду неперемещаемого характера SCP-1820, область его обнаружения обозначена как зона 182, под видом особого природного заповедника службы охраны рыбного хозяйства и живой природы США. При обнаружении гражданских снаблюдательных вышек по периметру, или с помощью спутникового наблюдения, для перехвата и перенаправления направляется МОК ТАУ-7, дымные рейнджеры. Используя имеющееся прикрытие, смотреть документ 1820-4.12, или несмертельное силовое воздействие. И при необходимости амнезиаке класса B. Не допускаются внутрь зоны 182 без одобрения куратора, со вторым уровнем допуска, и использование табельного GPS-навигатора и наголовной камеры. Локатор должен непрерывно контролироваться входящим внутрь зоны 182 персоналом и текущим куратором с уровнем допуска 2, дробь 1820. Описание. SCP-1820 представляет собой одноэтажную бревенчатую химикулку. Хижину с четырьмя окнами и одной дверью, теоретически расположенную между градусов, минут, секунд. Градусов, минут, секунд. Точное расположение хижины не может быть определено ввиду невозможности ее обнаружить, если известно ее точное местоположение. На территории вышеуказанных координаций воздана зона 182. Если какой-либо человек входит в зону и находится в ней в течение от часов до дней в состоянии потерявшегося, имеется в виду неизвестность точного или относительного местоположения данного лица, он обнаружит SCP-1820. SCP-1820 не может быть обнаружен, если Субъект хорошо знает область или получил подробные указания от кого-то, кто ее знает хорошо. Субъект использует видеооборудование, как прямой трансляции, так и записывающее. Положение субъекта триангулируется при помощи его радиосигнала. Субъект отслеживается с помощью GPS-навигатора, который регулярно контролируется либо им самим, либо любым другим лицом. Субъект документирует свой маршрут. Субъекта сопровождает дистанционно управляемое устройство. Разведка производится при помощи дистанционно управляемого устройства. SCP-1820 может быть обнаружен, если Субъект свободно бродит в зоне 182. Субъект отслеживается с помощью GPS, но это не контролируется регулярно. Смотреть протокол инцидента 1820-7.3. Субъект остается на радиосвязи, но не детализирует свое продвижение. Обнаружив SCP-1820, субъекты описывают его как уютный и гостеприимный. Ночью виден свет в окнах, из трубы всегда поднимается дым. 15% подопытных также сообщают о фигуре, стоящей у одного из окон. Хотя подробно ее рассмотреть не могут. Субъекты также испытывают желание войти в SCP-1820. Только 3% подопытных смогли покинуть область сразу при обнаружении хижины. После входа в SCP-1820, вся радиосвязь с субъектами теряется не на более чем 24 часа. После выхода из здания, субъекты чувствуют себя удивительно свежими и отдохнувшими. Но жизненные признаки свидетельствуют о... Также проявляются паранойя, никтофобия, сфиксофобия и общее нежелание повторно входить в SCP-1820. Субъекты почти ничего не помнят о пережитом внутри хижины. Все попытки записать или иным образом задокументировать интерьер хижины или внешность фигуры не удались. Сокращенный протокол экспериментов Опыт 1820, дефис 1.4 Подопытный Д-129-38 Мужчина Белый 32 года Оборудование Один стандартный радиокоммуникатор с наушниками и запасными батареями. Один набор для выживания в дикой природе с запасом пищи и воды на 14 дней. Подопытному велено отправиться пешком в зону 182, в то время как он первоначально жалуется на свои малые шансы на выживание. Обещание свободы позволяет его убедить. Устанавливая непостоянную, согласно инструкциям радиосвязь, через... Дни и часов, субъект обнаруживает SCP-1802 примерно в 19.20. Подопытного просят описать хижину и расположение созвездий в надежде позже локализировать объект. Описание хижины соответствует предыдущим опытам. Видимые созвездия характерны для региона. Однако расположение созвездий по отношению друг к другу ненормальны. Некоторые повернуты или перемещены в другой участок неба. Субъект также описывает фигуру в окне рядом с дверью. Это первый из подопытных, обнаруживший фигуру. Затем подопытному сказано, что его задача выполнена. И что немедленное возвращение является его единственным вариантом заработать свободу. Субъект пренебрегает предложением и входит в хижину. Радиоконтакт потерян сразу после входа. Контакт возобновляется через 14 часов 57 минут, когда субъект сам выходит на связь, выражая чувство благополучия и спокойствия при выходе из SCP-1820. На обратном пути подопытный погибает. Тело обнаружено через 85 часов в точке градусов, минут, секунд. Радусов, минут, секунд. Вскрытие показало, что причинами смерти стали обезвоживание, недоедание, истощение и удаление. Опыт 1820 DEFIS 3.2 Подопытный D-98255 Женщина Афроамериканка, 27 лет Оборудование Один стандартный радиокоммуникатор с наушниками и запасными батареями Один набор для выживания в дикой природе с запасом пищи и воды на 14 дней Одна цифровая камера Подопытный велено отправиться пешком в зону 182 Для обеспечения согласия применены стандартные обещания SCP-1820 обнаружен до первого запланированного радиоконтакта Через часов минут Примерно в 10.45 Подопытную просят задокументировать внешний вид и окружение объекта на фото и видео По завершении документирования Подопытный предлагается войти в SCP-1820 и сдокументировать интерьер Радиоконтакт потерян сразу после входа Контакт возобновляется через 15 минут Субъект также выражает чувство исключительного благополучия и спокойствия Когда Подопытный было предложено повторно войти в хижину Она сразу же агрессивно и нецензурно отказывается Подопытная была обнаружена 8 часов 2 минуты спустя Она потеряла 18 килограмм и страдала от тяжелого обезвоживания Недоедания и недосыпания Жизненные признаки свидетельствуют об... Последующее психологическое исследование выявило острую паранойю Нектофобию и сфиксофобию Подопытная самоустранилась через 14 дней Большинство из данных на карте памяти камеры извлечь не удалось Все извлеченные фотографии были слишком повреждены, чтобы можно было разобрать, что на них находится Откуда спиксофобия? Мы должны задокументировать интерьер Опыт 1820-9.8 Подопытный Д-76-502 Мужчина Белый Возраст 29 Оборудование Один старый радиокоммуникатор с наушниками и запасными батареями Один набор для выживания в дикой природе с запасом пищи и воды на 14 дней Две цифровые камеры Две пленочные камеры Подопытному велено отправиться пешком в зону 182 Для обеспечения согласия применены стандартные обещания Через 6 дней и 6 часов Субъект обнаруживает SCP-1820 примерно в 6.30 утра Подопытного просит задокументировать внешний вид хижины При помощи одной пленочной и одной цифровой камер Затем оставить камеры на земле Войти в здание и задокументировать интерьер После входа радиоконтакт потерян Но в течение 1,2 секунды слышится шипящий звук Контакт возобновляется через 9 часов 19 минут Субъект также выражает чувство исключительного благополучия и спокойствия Подопытный успешно находит первые две камеры И добирается обратно через Ней и Часов На момент обнаружения подопытный потерял 25 килограмм И страдал от тяжелого обезвоживания и недоедания Небольшого недосыпания А жизненные показатели свидетельствовали об Удалено И остром Удалено Последующее психологическое исследование Выявило паранойю и острую сфиксофобию Через 2 дня субъект начал проявлять физическую враждебность По отношению к сотрудникам И был устранен при попытке нападения на доктора Шипения Через еще 4 дня Анализ цифровой камеры Использованный для документирования интерьера SCP-1820 Показал те же повреждения данных Что наблюдались после опыта 1820-Defis 3.2 Пленка же во второй камере сгорела Камеры, находившиеся извне Не проявляли никаких признаков повреждения Протокол инцидента 1820-Defis 7.3 В ходе сопровождения гражданских лиц от SCP-1820 Агенты Гутиерис, Фаулер и Холланд Отделились от остальной команды Хотя они имели при себе стандартные браслеты слежения GPS Спустя 6 часов приблизительно в 21.30 Возвращаясь на базу, они обнаружили SCP-1820 Куратор 2-1820 Немедленно приказал им возвращаться И не входить в хижину Агент Холланд вошел в хижину незамедлительно Агенты Гутиерис и Фаулер На мгновение замешкались Агент Гутиерис говорил с самим собой В течение приблизительно трех минут Перед тем, как вошел Но агент Фаулер продолжал медленно отступать А затем бежал в течение 47 минут Прежде чем упасть И был обнаружен через 1 час 22 минуты Агент Гутиерис покинул хижину через 4 часа 12 минут после входа Агент Холланд через 19 часов 50 минут после входа На момент их обнаружения Оба агента страдали от тяжелого обезвоживания Недоедания и истощения В агентах Холланда проявились симптомы тяжелой удаленно Обоим агентам была предоставлена возможность устранения Ввиду известных историй персонала класса D После воздействия SCP-1820 Агент Холланд сразу стал враждебным Убив доктора И ранив двух охранников Прежде чем был устранен Агент Гутиерис принял предложение с отстрочкой для дебрифинга Смотреть протокол интервью 1820-7.3 Агент Фаулер не проявил никаких признаков психического или физического недомогания Кроме стандартного ПТСР И его мониторинг был прекращен через 70 дней Последующий анализ GPS-трекеров агентов Показал, что они одновременно отключились После последней проверки местоположения Это может свидетельствовать О разумности какого-либо компонента SCP-1820 Нелибопытно насчет времени неполадки GPS Если мы снова обнаружим расположение их GPS через... Часов Экспериментально подтвержденное минимальное время до обнаружения То была ли вообще неполадка? Это кажется немного парадоксальным Но я запрашиваю о повышении Дейвклида Протокол интервью 1820-7.3 Дебрифинг агента 1820-82 М. Гутерриса После инцидента 1820-7.3 Опрашивающий доктор Предисловие Психоанализ агента Гутерриса после инцидента 1820-7.3 Выявил сильную паранойю, нектофобию и сфиксофобию Ни одно из этих недомоганий Не наблюдалось на момент обязательной психиатрической экспертизы Для записи, пожалуйста, укажите ваше имя и номер Агент Мигель Гутьеррис ID 1820-82-620013Z Спасибо Итак, вы можете описать мне события, которые привели к вашей встрече с SCP-1820? Это было, ну, просто обычное перенаправление цивильных В половину седьмого мы увидели, что к зоне приближаются какие-то туристы И, конечно, отправились их выпроводить Я тогда об этом не подумал Но что-то тут было явно не так В это место в это время года никто не ходит У них, думаю, были и другие причины Может, это... Короче, Фаулер, Холланд и я должны были следить за тылом Чтобы они не проскользнули мимо остальной команды Радиосвязь еще оставалась, так что никаких особых проблем не было Остальная часть команды их нашла раньше, чем мы Вроде бы все было под контролем Так что нам было приказано возвращаться на базу Мы знали область довольно хорошо Так что должны были быстро добраться А потом... Продолжайте, пожалуйста Мы просто вышли на поляну А там эта хижина маячит Уже стемнело И возникали странные мысли о том Что до базы так далеко А это место выглядит так... Симпатично, что ли Казалось там тепло, как... Будто хорошо было бы там некоторое время отдохнуть Перед тем, как мы пойдем обратно Я не знаю, док Это казалось хорошей идеей Вы были проинформированы при переводе сюда Об опасностях объекта Куратор специально приказал вам вернуться, не приближаться К SCP-1820 Почему вы не подчинились прямому приказу? Я просто... Я понял, что он не прав, наверное Что с таким местом ничего плохого быть не может Я помню, что самому себе говорил войти Я имею ввиду... Там не было Откуда ему было знать, что это опасно? Можете рассказать мне, что случилось, когда вы вошли? Вы видели агента Холланда? Вообще, любое описание будет полезным Вы знаете, я не думал об этом раньше, но я не видел Холланда Бьюсь об заклад, он прятался Вы знаете, он даже не раздумывал, прежде чем войти Это он все придумал Я должен... Пожалуйста, агент Гутерес Что произошло внутри? Я извиняюсь, я... Было темно Запах там был Ржавчина, наверное Какой-то старый и резкий Не очень затхлый Я едва помню Вы уверены, что это важно? Я уверен, что в хижине было безопасно И там было так тепло Внутри было темно? Агент Фаулер говорил Что наружные окна были ярко освещены Нет, я уверен, что там было темно И, наверное, я, наверное, слышал какой-то стон Или, может, жужжание Потом была фигура Форма И я думаю, что... О, боже, что это? О, боже, что там внутри со мной случилось, док? Агент Гутерес Это мы как раз пытаемся определить Пока вы единственный человек, который смог войти в SCP-1820 И так много запомните Пожалуйста Вы уже рассказали столько полезного Вы помните что-нибудь еще? Они были добрые И тепло Такие хорошие Заботились обо мне Я был заблудившийся путник И он впустил меня И помог мне расслабиться Я рад, что он забрал у меня Мне это было все равно не нужно Сейчас я могу отдохнуть Что... Что вы имеете ввиду? Кто они? Этот он? Это та фигура, которая наблюдается в окне? Знаете, вы должны посетить его когда-то Он вам поможет Он так добр к заблудившимся путникам Отдайте ему Док Вам это не нужно У меня он забрал И теперь я могу отдохнуть А потом он заберет и мои кости Агент Гутиерес продолжает говорить В подобной манере В течение еще трех часов Прежде чем умереть От черепно-мозговой травмы Причиненный самому себе При помощи удара от стол Извини, Диего Но я не распознала Ни одной пометки Ага А это значит что? Что у меня нет К нему никаких вопросов И тогда к чему все это? Давай, Диего Что случилось? Я психиатр и много чего повидала Даже учитывая, что Года не прожила Ты можешь мне довериться, верно? Верно Я дам тебе столько времени Сколько необходимо А у тебя не будет еще чаю? Разумеется Если это пойдет тебе на пользу, конечно Да Во втором ящике слева Хорошо Сейчас Я готов Мне кажется Я схожу с ума Месяц назад Я изучал один странный объект Сначала все было нормально Только в голове Поселилась мысль Что что-то не так Пару дней Я не мог понять Эту идею Она была Как забытое слово Которое вертится на языке Нет Скорее как Когда пришел в комнату Но совсем забыл зачем То есть ты помнишь Что что-то забыл Но что не помнишь Ты обращался к Кельну с этим К кому? Действительно Неважно, продолжай Так вот Наконец я понял В чем было дело И снова перечитал тот файл Он не наш В смысле? Он написан непрофессионалом То есть профессионалом, конечно Но другим Строки кода все так же не компелятся, Диего Хорошо Сейчас Он у меня с собой Слушай Данный документ Не имеет грифа секретности Приказом О5 Дефис 7 К данному документу Не применимы Любые меры безопасности Объект Номер SCP-2508 Томительное ожидание Класс Объекта Не назначен Особые условия Содержания В связи с необычными Свойствами Объекта Меры содержания SCP-2508 Должны быть направлены На текущий ремонт И поддержку состояния Исследования природы И значимости объекта А также Выполнение Ежедневных действий По распорядку Субъект Проживающий В SCP-2508 Обязан Занести свое имя Личный номер Фонда И род занятий В журнал Заполнение SCP-2508 Дефис 1 Производится Раз в сутки В полдень Профилактический Осмотр SCP-2508 Дефис 1 На предмет Проявления Трещин Или протечек И соответствующий Ремонт Для их устранения Производится Ежемесячно Люк Перед SCP-2508 Дефис 2 Следует Держать Закрытым При плохой Погозе И во время Зимы SCP-2508 Необходимо Поддерживать В хорошем Состоянии Архивы Следует Держать Упорядоченными Рекомендуется Учесть Что все Предметы Первой Необходимости Такие Как Продукты И медикаменты Пополняются Ежедневно Наряду С этим Жилец Обязан Протоколировать Все новые Сведения О SCP-2508 Рекомендуется Также Записывать Мысли Переживания И Или Сны Которые По мнению Субъекта Могут Иметь Значение Кратко Краткость И Сжатость Записей Имеют Первоочередное Значение Допускается Протоколирование Неполной Информации В том числе Любых Сведений В тех Областях Которые Могут Принести Пользу Будущим Жильцам Жильцу Настоятельно Рекомендуется По возможности Поддерживать Благополучное Состояние Психики Более Подробная Информация На эту Тему Приведена В исследовательских Документах Ламинированный Отсек На столике Возле Двери Является Местом Постоянного Хранения Копия Актуальной Версии Данного Документа Описание SCP-2508 Дом В деревенском Стиле Находящийся В неустановленном Месте А также 0,53 Квадратных Километра Окружающей Территории В доме Имеются Два Этажа Подвал И чердак Обнаружение SCP-2508 Каждым Субъектом Во всех Случах Происходит Непроизвольно Прошлые Жильцы Дома Находили Его По разным Адресам В разных Городах И странах И при Значительно Отличающихся Обстоятельствах На сегодняшний День Неизвестны Ни строители SCP-2508 Ни первоначальные Жильцы Если Предположение Об их Существовании Верно В любое Время В SCP-2508 Может проживать Только Один Жилец После Того Как Субъект Попадает На территорию Ее становится невозможно Причиной Этому Служит Тот факт Что выходя С одного Края Территория SCP-2508 Субъект Появляется На другом Это Зацикленное Либо рекурсивное Географическое Пространство Исключает Возможность Покинуть SCP-2508 Узнав Эти Сведения Читатель Возможно Сделает Логические Выводы Из Вышеописанного Необходимо Разъяснить Что Поскольку Невозможно Покинуть SCP-2508 А сам SCP-2508 Не имеет Действительного Местоположения В реальном мире Передача Информации За пределы Объекта Невозможна Все материалы Относящиеся К SCP-2508 В том числе И данный Документ Не смогут Покинуть Территорию SCP-2508 Иначе Как при Каком-либо Непредвиденном Развитии Событий Исходя Из Выше Сказанного Если Вы Читаете Данный Документ Вы Жилец SCP-2508 С вас Неофициально Полностью Снимаются Все Обязанности В фонде Во Внешнем мире Согласно Наиболее Перспективной Теории Фонд В целом Не имеет Никакого Представления Об этом Месте Информация Предоставленная В данном Документе Не проходила Экспертной Проверки В фонде Является Итогом Работы Каждого Из Сотрудников Фонда Живших И умерших В изоляции На территории SCP-2508 К этому Относятся Некоторые Другие Свойства SCP-2508 Не имеющие Объяснения Все Известные Жильцы Объекта Были Сотрудниками Фонда И имели Уровень Допуска Не ниже Первого Причины Этого Явления Остаются Невыясненными Но Исследования Указывают На то Что Судя По уровню Воды В SCP-2508 На момент Прибытия Нового Жильца После Смерти Жильца В SCP-2508 Он в тот Же день Заменяется Новым В зависимости От причины Смерти Вашего Предшественника Вам Возможно Предстоит Сделать Уборку Моющие Средства И принадлежности Для уборки Находятся В ванной Комнате На втором Этаже SCP-2508 DEFIS-1 Устройство Технически Схожее С насосом Выполненное Из дерева И металла И прикрепленное К полу На чердаке Высота Устройства Составляет 1 метр Вода Залитая В устройство В течение Дня Поступает В неустановленное Место По системе Из 6 типовых Отруб Малого Диаметра Выходящих Из нижней Стороны Устройства И входящих В небольшое Отверстие В стене При полном Наполнении SCP-2508 DEFIS-1 Вода Полностью Стекает Приблизительно За 30 часов Табличка Привинченная К устройству Гласит Пожалуйста Заполняйте Этот механизм Один раз В день Около Полудня Мы не сможем Прибыть С должной Скорость Если механизм Осушится Надеемся На ваше Понимание И добросовестное Соблюдение Вашей части Сделки После того Как мы Соблюли Свою Спасибо Несоблюдение Инструкции По наполнению Устройства Похоже Оказывает Негативное Воздействие Как на SCP-2508 Так и На самого Жильца Предполагается Что длительное Отсутствие Воды В устройстве Приведет К смерти Жильца Рекомендуется Соблюдать Эту Инструкцию Прошлый Редактор Документа Доктор Орион Не предоставил Объяснение Этой гипотезе И оставил Ее в документе Так как Эта информация Важна Доктор Освальд Номер SCP-2508 Дефис-2 Присвоен Участку Органического Вещества В подвале Вещество Имеет Зеленый Цвет С небольшими Прожилками Красного И фиолетового Объект Не является Каким-либо Известным Видом Растений Под воздействием Солнечного Света Проникающего Через Открытый Люк Подвал Оборудован Таким Образом Что люк Находится Немного Выше Земли Веществе Протекает Процесс Фотосинтеза Периодически Из SCP-2508 Дефис-2 Прорастают Голубые Цветы По утверждению Некоторых Жильцов Вещество Издает Звук Похожий На Помехи Либо Испускает Импульсы Тусклого Красного Свечения Таким Образом Оно С помощью Азбуки Морзе Передает Следующее Сообщение Спасибо Что Подкармливаете Растения Тут Затруднения На Дороге Возможно Не удастся Прибыть Вовремя На Люке Над SCP-2508 Дефис-2 Как и На SCP-2508 Дефис-1 Имеется Табличка Выбитый На ней Текст Приведен Ниже Пожалуйста Открывайте Люк Только В хорошую Погоду Закрывайте Его Когда Идет Дождь Снег Или В зимнюю Стужу Спасибо Приложение Архив Записи В рабочем Кабинете Наилучшим Образом Подходит Для Каталогизации И сбора Исследовательских Данных Для будущих Жильцов Архив Также Содержит Секцию Прочие Добавленную В тот Или иной Момент Времени Для записи Мыслей Тех Кто Оказался Здесь Заточен Вы Можете Ознакомиться С тем Что Написали Ваши Предшественники Ниже Приведена Выдержка Призванная Подготовить Вас К дальнейшей Жизни В этом Месте Когда это Произошло Я ехал На машине Домой Оставалось Еще минут Тридцать Езды По Проселочным Дорогам А я Был Пьян В Хламину Тогда Был Один Из этих Случаев Сценарий Класса ХК Предотвращен Давайте Это Обмоем Так что Я без Зазрения Совести Выглушил Вина Больше Своей Нормы Я Подъехал К дому Припарковал Машину Криво Передние Колеса Взрыли Траву На газоне Перед Домом И поплелся К двери Немалыми Усилиями Я вставил Ключ В замок И сумел Таки Открыть Дверь Но Когда Я Осмотрелся Выяснилось Что Это Вовсе Не мой Дом А Это Место Я Был ошарашен И вышел На улицу Конечно Думал Я Заврел На пьяную Голову В чей-то Дом Но Даже И на улице Все было Не так Как должно Было Не город Пригород А сельская Местность Машина Стояла Там же На асфальтовой Дороге Которая Превратилась В грунтовку Все Стало По-другому Совсем Не так Как Раньше Все Это Было 23 Года Назад Не сомневаюсь Что в должности О5 Меня давным-давно Заменили Кем-то еще А ответов У меня Очень и очень Мало И это Совсем Не радует Время От времени Мне попадается Чей-то Старый Башмак Или фотография Человека Который Был Здесь До Меня И это Напоминает Мне о том Как все Мы здесь Оказались Невольниками На службе Этого Безвестного И безысходного Места В последнее Время Все чаще Накатывают Облака Растения В подвале Жужжат Больше Обычного Я слышу Как в стенах Булькает В трубах Вода Из той Старой Пыльной Машины И иногда Я пытаюсь Отыскать Куда она Уходит По-моему Она течет Куда-то Дальше Дома На лужайку Перед Качелями Иногда Я лежу На траве И когда Все вокруг Тихо Я отчетливо Слышу Шум Откуда-то Из-под земли Похоже на Какой-то Часовой Механизм Шестерни Которого Тихо Гудят Не знаю Что он Значит И Вряд ли Когда-нибудь Узнаю Вне Всякого Сомнения Самая Загадочная Вещь В этом Доме Одна Малость В рабочем Кабинете Стоит Компьютер И Судя По виду Мало Что в этом Доме Старше Него Он Определенно Фондовский Но Внушает Тревогу Мягко Говоря Уверен Если бы Об этом Знал Фонд Мы бы Знали Тоже Но Если Это Так То Как Объяснить Что Аномалии Присвоен Номер Был Ли Он Взят Случайно Или Он Действительно Проходит Полагаю Отсюда Нам Ответ На Этот Вопрос Не Найти Иногда Мне Кажется Что Я Жду Кого То Или Чего То Не Жду Что Кто-то Придет Меня Спасать Но Словно Бы Жду Чего То Прихода Мне Снятся Сны О том На Что Будет Похожа Эта Встреча И Почему Она Вообще Состоится Но В глубине Души Я знаю Что Скорее Всего Умру Здесь А Долгое Ожидание Станет Бременем Кого-то Другого Кто Будет Ждать Чего-то Затаив Дыхание Но Чего Именно Этого Нам Знать Не Дано Может Быть Когда-нибудь Я Пойму Как Пополняются Запасы Еды Понимаешь Если Верить Этому Документу Фонд Не Был В той Хижине Не Оперативники Не ученые Никто Кроме Жильцов Там Прямым Текстом Написано Что Ничто Не Может Покинуть Территорию 2508 А Если Непредвидено Развитие Событий И Случилось То Где Данные О нем И Откуда Эти Фотографии Я Ничего Не Понимаю И Это Сводит Меня С Ума И Почему Ты Молчишь Я Молчу Диего Потому Что Это 2508 И Это Уже То Есть Понимаешь Для Обычных Людей Мы Что-то Вроде Людей В Черном Жемены Government Mens То Бишь Люди Правительства Только Круче Ты Никогда Не Задумывался Что Всегда Есть Рыба Покрупнее Весь Наш Мир Вся Наша Вселенная Это Трижды Проклятый Фрактал Покажи Фото С космосом Микробиологу Он увидит Там Деление Клеток Покажи Астроному Метоз Он покажет Галактику В которой Это Произошло Так И Здесь Насколько Наша Организация Не Была Крутая Секретно За Нами Тоже Следят И Оберегают Кто Конкретно Не Знаю И Не Хочу Знать Чаю Нет Спасибо Уже Лучше Доза Амнезиака Хорошо Это Возможно Но Ты Уверен Что Это Первый Раз Когда Ты Задаешь Этот Вопрос В Этом Кабинете Так Что Тебе Остается Либо Принять Жить Как Раньше Либо Снова И Снова Находить Этот Файл В Бесконечном И Безумном Цикле Который Я Или Дэниел Раз За Разом Будем Пытаться Разорвать Это Мой Первый Раз А Ты Хочешь Это Знать Нет Так Что Ты Решил Диего Кипер Синяя Или Красная